Добрый день, дорогие друзья. Это уроки истории с Тамарой Едельман. Сегодня будем говорить о Чернобыле. Большое спасибо всем, благодаря кому мы записываем эту лекцию, патронам, спонсорам, тем, кто нам жертвует на платформе Бусти и всем, кто нас поддерживает. Я недавно поняла такую странную вещь, вот сама удивилась, что я испугалась из-за Чернобыля всего несколько лет назад. Это странно звучит? Я вообще много как-то думала о Чернобыле, переживала. Вот может быть, сейчас я вызову большое разочарование у своих слушателей. Меня по-настоящему испугал американский сериал. И я потом стала думать, а как? Вот почему раньше-то нет? Когда это произошло, естественно, мы все были очень взволнованы. У меня были маленькие дети, у нас родственники в Украине, друзья. Ну, вообще как-то страшно. Мы, как большинство советских людей, узнали, конечно, о том, что произошло не из советских средств информации, которые долго придерживали все, а из каких-то, как тогда говорили, вражеских голосов. Кто-то, BBC, Голос Америки, я уже сейчас не помню, передали, что на Чернобыльской атомной электростанции, я, естественно, слово Чернобыль не слышала тогда никогда, произошла авария. Мы, конечно, заволновались, стали звонить дяде моему в Киев. Он совершенно спокойно говорит, да не, у нас все нормально, все хорошо, не волнуйтесь. Прошла неделя, и уже, конечно, вся семья моего дяди с его маленькими внуками, все были уже в Москве у нас, и наши друзья из Житомира привезли дочку. Это не было паникой, которой так боялись советские руководители, но люди почувствовали опасность и стали спасаться. И дальше, конечно, мы слушали новости, мы переживали, ощущения какие-то были странные. Может, потому что молодые были, или потому что перестройка, столько всего происходит, каждый день какие-то перемены, еще и такие перемены. Главная проблема была, как нам тогда казалось, не накормить маленьких детей радиоактивными продуктами. Ну, и самим их не есть. А как это проверить? Тут же нашлись умельцы, которые продавали какие-то смешные такие, даже не знаю, как сказать, бумажки, типа лакмусовых бумажек, якобы, которые показывали радиоактивность. Ну, можете себе представить. 86-й год, есть-то особо нечего. Май, июнь, это самое такое время, когда дети могут какие-то витаминчики поесть. У нас на даче были грядки, где росли какие-то морковки, укроп. А тут все начинают говорить про радиоактивное облако, про дождь. И вот как только начинается дождь, у нас был приготовлен огромный такой полиэтиленовый кусок. Мы выбегаем, закрываем грядки. Дети тут же бегут, тоже хотят закрывать. Вообще, если это радиоактивный дождь, то лучше не выбегать. Это все превратилось в какую-то такую игру. Может быть, не всегда веселую, азартную. А потом, конечно, забывали или там уходили в гости, начался дождь. Ой, как же там наши грядки? Ну, ладно, ничего. Одно из немногих мест, где можно было купить какую-то адекватную еду, это было то, что называлось колхозный рынок. Что значит адекватную? Клубнику. Про клубнику все говорили, что она должна быть заражена обязательно, если она попала под этот дождь. А хочется же клубнички детям. Причем не наша семья только была такая. Идут на рынок. А у вас откуда клубника? Замечательный вопрос. Была тетка, которая радостно говорила, из Чернобыля. И, конечно, все у нее сразу покупали. Потом тоже возникли мысли. Вот все боялись, что скажут сейчас украинская клубника. А если она белорусская, теперь мы знаем, какой удар, например, на Белоруссию пришел с радиацией. А если это, что более вероятно даже, что до Подмосковья довезли из Брянской области или из Тульской, где такие были уровни радиоактивности. Но мы же ничего этого не понимали. А потом как-то взяли и махнули рукой. Ну, все прошло. Все слова говорились. Было понятно, что так легко это не пройдет. Но много очень всего происходило другого, другого, другого. Потом, когда в девяностоседьмом году вышла Чернобыльская молитва Светлана Алексеевич, то чувства, конечно, уже были совершенно другие. Ну, естественно, и тогда в восемьдесят шестом переживали за ребят этих погибших, пожарников, за всех остальных. Но, конечно, когда читаешь книгу Алексеевич, то душа просто разрывается. Я думала для сегодняшней лекции какие-то взять куски просто моральных сил нет, снова это воспроизводить, снова это переживать. Я представляю себе, что она прожила, когда пропускала все это через себя. Ну, я уж не говорю о том, что перенесли все эти люди, которые ей рассказывали. Но здесь тоже страха не было. Была жалость к ним огромная. Было, скажем, возмущение начальством, которое так поздно сообщило, которое то не сделало этого. Страха, ну, особенно, чего уж теперь, десять лет прошло, живем дальше. Над Чернобылем саркофаг. Почему-то, посмотрев американский сериал замечательный, я знаю, что не все разделяют такое мнение об этом сериале. Мне одна женщина сказала, у меня отец был ликвидатором в Чернобыле, он говорит, что все было совсем не так. Охотно верю, что там то может быть не так или это не так. Но я, как историк, понимаю, что воспоминания одного конкретного человека, особенно в такой кризисной ситуации, всегда отличаются от воспоминаний другого, и десятого, и двадцатого. Для меня главное вот это вот ощущение наступающего ужаса, который я лично, и я думаю, что не только я, а очень многие, вот я тогда по-настоящему не ощутила. Я не понимала, на краю какой бездны мы все находились. И главное, что теперь мне понятно, что эта бездна-то никуда не делась. И дело не только в том, что под саркофагом по-прежнему идет какая-то страшная, жуткая жизнь, что там еще могут быть какие-то ужасные вещи. И даже не в том, что сегодня, например, все время из-за войны под угрозой Запорожской АЭС, с которой тоже что-то может произойти. Сегодня, когда я думаю про Чернобыль, то я вижу, как в этом событии сошлось очень много невероятно важных тенденций, касавшихся далеко не только восемь шестого года, а вообще развития человечества. Наверное, чернобыльская трагедия, это в первую очередь трагедия тысяч и тысяч людей, тех, кто умер в мучениях, и тех, кто лишился родных и близких, и тех, кто надорвал здоровье, и тех, кто умер, может быть, не сразу, а прожил еще сколько-то времени, но прожил намного меньше, чем мог бы, и тех, кто сегодня живет на территориях, где по-прежнему есть заражение. Конечно, это тысячи человеческих трагедий. Вот это очень хорошо видно в книге Светланы Алексеевичей. С другой стороны, это такое отражение, ну не скажу, что в капле, великовато для капли, да, но отражение вот в одной истории огромного количества дефектов, изъянов, порочности, я бы сказала, советской промышленности, экономики, вообще отношения к людям. Это и вопрос о том, как Чернобыль повлиял на распад Советского Союза, ускорил ли его, если ускорил, то насколько. Конечно, Советский Союз распался бы и без Чернобыля, но то, что для Украины, для Беларуси, это была очень важная точка в их расхождении с Москвой, это безусловно. А можно посмотреть еще шире и сказать, что в Чернобыле стало видно, насколько односторонне мы воспринимаем прогресс и научные достижения, как осторожно надо к этому подходить, не отдаваться бесконечным восторгам по этому поводу. После эпохи Возрождения, чем ближе к нашему времени, тем больше человечество ценит движение вперед. 18 век воспевал силу разума, но это был еще разум такой отвлеченный. Вот как называлась энциклопедия Дидро, энциклопедия искусств, наук и ремесел. Будут развиваться искусства, науки, ремесла и человечество придет к Золотому веку. 19 век стал это воспринимать уже более конкретно, такое общее место в 19 веке. В наше столетие, в наше время электричество, пара. Всех, конечно, очень пар, пароход, паровоз поражали, электричество, потом уже станут добавлять телефона, телеграфа и множество других открытий. А что значит в наше время? В наше время теперь жизнь по-другому будет устроена, она будет более разумной, она будет более правильной, вот чего только люди не добились. Как казалось, что конец этим иллюзиям положила Первая мировая война. Я об этом говорила в одной из лекций о Первой мировой как раз. Как воспевали разум, как воспевали человечество, и вдруг оказалось, что этот разум-то, оказывается, во многом работал на то, чтобы производить пулеметы, танки, отравляющие газы и тому подобные вещи. Как-то вот не получилось с прогрессом. Но после Первой мировой войны, конечно, возникли вопросы, конечно, возникли сомнения всегдашней правильности прогресса в такой столбовой дороге науки, по которой идет человечество. Но наука-то продолжала развиваться. И XX век дал такие открытия, такие откровения, что все изменилось. Как не гордиться человечеством, как не восхищаться совершенными открытиями. Большая часть этих открытий была совершена физиками и, в частности, в сфере атомной физики. Совершалось это удивительными гениями, потрясающими умами. Причем очень такая тоже характерная вещь, что все эти люди, не знаю, Эйнштейн, Капица, Мандау, Бор, Езерфорд. Ну, можно продолжать еще, продолжать, продолжать. Они были не только великими учеными в своей сфере, но они были интеллектуалами. Кто-то играл на скрипке, кто-то занимался философией, кто-то проповедовал. Они все были очень тонкими, интересными, глубокими людьми. У меня ощущение, что они все понимали, что физика это не просто какие-то формулы, закона Ньютона, еще что-то, а это философия, это представление о мире. И открывая то, что они открывали, сообщая нам какие-то невероятные вещи о каких-то частицах, которых раньше никто не подозревал, о совершенно новых законах, которые, оказывается, существуют во Вселенной, они меняли картину мира для всего человечества. И это, конечно, производило очень сильное впечатление, и неслучайно в течение долгого времени существовал, в общем, такой культ физиков. В Советском Союзе это было особенно хорошо видно, начиная, ну, скажем, с 50-х, 60-х годов, когда стали говорить о научно-технической революции, о НТР, когда культура, литература, кино стали создавать образ интеллектуала-ученого. Понятно, что в 30-е годы в официальной культуре основной образ положительного героя это рабочий, а если в фильме или в книге есть интеллигент, то он будет с восторгом смотреть на рабочего, особенно если это не просто рабочий, а какой-нибудь там парторг. Оттепель, и особенно, конечно, время после оттепеля, там совсем другой образ. Там физик, это, во-первых, человек причастный к каким-то невероятным тайнам природы, во-вторых, это человек, двигающий вперёд и нашу страну, и мир вообще, творящий чудеса. Вот они, настоящие чудеса. Престиж естественно научных профессий был очень велик. Ещё в 1959 году Борис Луцкий написал стихотворение, которое очень часто потом цитировали, ну, в основном первые строки. Что-то физики в почёте, что-то лирики в загоне. Дело не в сухом расчёте, дело в мировом законе. Значит, что-то не раскрыли мы, что следовало нам бы. Значит, слабенькие крылья наши сладенькие ямбы, и в пегасовом полёте не взлетают наши кони. То-то физики в почёте, то-то лирики в загоне. Это самое очевидно, спорить просто бесполезно, так что даже не обидно, а скорее интересно наблюдать, как словно пена опадают наши рифмы, и величие степенно отступает в логарифмы. Если в сталинское время, конечно, главные, естественно, научные открытия совершались в каких-то закрытых городах, где, в общем, развивался атомный проект, то последующие десятилетия огромную роль приобретают знаменитые академгородки, академгородок рядом с Новосибирском или Дубна, где будет какой-то загадочный ускоритель стоять. Что это такое, непонятно, но ясно, что это что-то поразительное. Или Пущино. И это места, где учёные живут, ну, конечно, не свободно, но всё-таки в таком состоянии относительной независимости, где им больше позволено, откуда они ходят в походы, куда к ним приезжают выступать барды, поэты и те люди, которые, может быть, в других местах и не могут выступить, где свободно говорят, где свободно мыслят, где развивается великая наука. В 1962 году Михаил Ром выпустил фильм «Девять дней одного года», который прогремел, конечно, по всей стране. Давно, правда, его не видела, но мне кажется, что, по крайней мере, актёрская игра Баталова, Смоктуновского не потускнела с годами. Это история физиков. Там, мне кажется, довольно такой притянутый за уши сюжет, эксперимент, во время которого герой облучается, но он его продолжает, конечно. Но главное даже не это, а главное было то, что показана вот эта какая-то удивительная жизнь интеллигентов, интеллектуалов, в то же время учёных, и в то же время весельчаков, которые поют, и анекдоты рассказывают, и острят. Какая-то такая свободная, интересная и в то же время невероятно глубокая жизнь. На этом фоне такого престижа науки, с одной стороны престижа общественного, с другой стороны покровительства государственного. И в этих условиях начинает развиваться атомная энергетика. Естественно, развиваются теоретические основы науки, но довольно быстро начинают находить практическое применение. И если сначала это было применение военное, когда практически все выдающиеся учёные работали на создание атомной бомбы, то затем быстро появляется понятие мирный атом. Те, кто постарше, помнят дом на Ленинском проспекте, где был нарисован этот самый атом, и была надпись «Атом миру». И начинают практически использовать. Возникает, так называемый специальный институт, замечательное такое засекреченное название, НИИ номер восемь, который разрабатывает атомные реакторы. Его возглавлял Николай Далежай, тот самый, под чьим руководством был сконструирован реактор, стоявший в Чернобыле. Уже в пятьдесят четвёртом году в Обнинске возникает атомная электростанция. Кстати, не так уж долго она работала на подачу электричества, потом в основном она использовалась для научных целей, но она уже существует. А дальше это уже как такой ком, атомный ледокол Ленин, ещё атомная электростанция, ещё, ещё. Я готовясь к лекции, открыла статью в Википедии «Атомный реактор», и там карта мира, на которой показано, где сегодня есть АЭС, где они ещё строятся, где есть, но не строятся новые, где только планируются новые. Очень интересно, если к пятьдесят четвёртому году, там было две попытки в Америке использовать атомный реактор для получения электричества, и Обнинск был. А сегодня половина мира, даже больше, покрыта атомными электростанциями. Там хорошо видно, значит, синий цвет показывает те места, где есть они, они работают. И им закрашено, конечно, очень много. Есть те, где всё ещё работают, дорабатывают, где собираются строить, а серым цветом покрыто то, где их нет вообще. И видно, что их нет там, где, ну, очевидно, денег нет на их создание. Скажем, практически вся Африка, кроме ЮАР, она серенькая, нету атомных электростанций. Ну или те, где по каким-то экологическим соображениям их нет, например, Австралия. А так вообще их очень много. Всё, что связано с атомной энергией, имела, да и сегодня, конечно, имеет такую, скажем, белую легенду и чёрную легенду. Есть те учёные и журналисты, и просто простые люди, которые упирают на невероятную частоту атомной энергии, насколько меньше атомная электростанция загрязняет окружающую среду по сравнению с теплоэлектростанциями или даже с ГЭС. А есть чёрная легенда о возможных проблемах, о проблеме ядерных отходов, о том, что будет, если будет взрыв, если захватят террориста, если будет землетрясение. И это всё было ещё с 50-х годов. Хотя, конечно, и Чернобыль, и Фукусима добавили практическое измерение ко всем этим рассуждениям. Но, во всяком случае, на сегодняшний день кому-то это нравится, кому-то не нравится. Атомных электростанций очень много по всему миру, и во многих местах их продолжают строить, хотя есть места, где их, наоборот, закрывают. На волне этого огромного интереса, в частности, строится и Чернобыльская АЭС, и Виктор Брюханов, директор Чернобыльской АЭС, тот, кто потом будет объявлен одним из главных виновников, хотя это вопрос, конечно. Он в 77-м году говорил, 77-й год войдёт в историю как год рождения энергогиганта на Припяти. Важное слово гигант, потому что гигантские стройки ценились всегда, они дают много энергии, обеспечивают много населённых пунктов, они важны. И вот Чернобыль, конечно, задумывался таким. К 83-му году здесь уже было четыре энергоблока, и предполагалось, что будет ещё несколько. Пятые уже начинали, а должно было добавиться ещё или два, или, может быть, даже четыре энергоблока. То есть, теоретически, их могло там стать восемь. Разрастался город Припять рядом с АЭС, город энергетиков, где жить вообще было неплохо, где снабжение было лучше, чем в других местах, где работы было много. И это казалось вот таким достижением и советского строя, и науки. Очень любили в Советском Союзе сравнивать какие-то свои гигантские достижения с достижениями стран поменьше. Про Чернобыль такая замечательная вещь говорилась, не знаю, в чём её смысл, но просто, наверное, чтобы подчеркнуть размеры, что в 85-м году Чернобыльская АЭС давала больше энергии, чем все электростанции Чехословакии. Ну, это вообще-то не так уж мало. Но, конечно, в 70-е, 80-е годы было совершенно понятно, что любое крупное строительство может быть источником проблем. А уж строительство АЭС, тем более. Я, готовясь, поняла, что у меня проблема Чернобыля вызывает ассоциации с разнообразными фильмами. Это я сегодня много буду говорить о кино. И это, как бы, наверное, звучит несерьёзно, ну, надо исторические источники привлекать. Но вот эти вот проблемы, связанные с техникой, с техногенными катастрофами и многим другим, они очень хорошо проработаны уже культурой. И тут есть над чем задуматься. Вот в 68-м году, когда никакой Чернобыльской АЭС ещё не было в помине, великий американский режиссёр Стэнли Кубрик снял свой знаменитый ныне культовый фильм «Космическая Одиссея. 2001 год». Дело происходит, как легко понятно, в далёком будущем, в 2001 году, где жизнь уже совершенно изменилась, где потрясающие технические находки, где космос – это часть обычной жизни людей, где, кстати, американцы и советские люди мирно сотрудничают и развивают космическую индустрию. И, вообще-то, этот фильм про контакты с пришельцами, а совершенно не про какие атомные электростанции. Но вот что интересно. Основной сюжет крутится вокруг того, что космонавты летят к Юпитеру, значит, из них два бодрствуют и ведут корабль, остальные находятся в анабиозе, а большую часть функций на корабле выполняет компьютер, какой-то супер развитый компьютер, практически с человеческим мышлением. И они общаются с ним, журналисты их спрашивают, вызывает ли у них какие-то эмоции общение с этим компьютером. И у них действительно похоже, что такие какие-то прям почти человеческие отношения. А потом происходит какой-то сбой, какая-то ошибка. Компьютер утверждает, что эта ошибка вызвана тем, что мы сегодня назвали человеческим фактором, то есть, что кто-то из них что-то сделал неправильно. А космонавты приходят к выводу, ну, наверное, правильнее сказать астронавты, потому что это американские космонавты, они приходят к выводу, что это вина компьютера. Они прячутся в такое место, где он не может их услышать и решают, что надо его отключить. Но так как это суперкомпьютер, то он по губам у них читает то, что они хотят сделать и бунтует. Они хотят убить его, а он хочет убить их. Ну, я не буду спойлерить для тех, кто не смотрел этот фильм, хотя, наверное, главное там не в этом сюжете, а какой-то дивной красоте съемок, за которые они получили Оскара потом. И вот эта красота, она подчеркивает величие науки и техники, потому что это не просто там звездное небо, а это безвоздушное пространство, в котором летит корабль, в котором передвигаются космонавты. И это невероятная красота, какая-то совершенно новая, неприродная, искусственная, инженерная, очень изысканная, завораживающая, там еще музыка удивительная. Вся эта странная история нужна была кубрику, чтобы завязать потом на контакт с пришельцами. А с другой стороны, если посмотреть, это с сегодняшнего дня, это история о бунте техники против человека. Тоже очень характерная вещь, которая потом для Чернобыля тоже будет актуальна. Это вопрос о том, а кто виноват? Кто виноват в ошибке? Ошибки всегда случаются. Это люди или это техника? На самом деле, это принципиальный вопрос для Чернобыля. Кубрик, естественно, не мог этого знать. Очень интересно, что он в какой-то мере это предсказал. Что касается Чернобыльской АЭС, естественно, что всюду, где делают атомные реакторы, страшновато. Все-таки уже последствия радиации понятны, хотя мы скоро увидим, что, к сожалению, далеко не всем. Но вопрос о том, насколько те реакторы, которые устанавливаются на атомных электростанциях, безопасны, он, естественно, обсуждался. И вот часто приводят слова академика Александрова. Академик Александров важный человек в истории с Чернобылем, потому что под его руководством разрабатывались эти реакторы. Он говорил, что те реакторы, которые стоят в Чернобыле, можно ставить хоть на Красной площади, так как опасности от него не больше, чем от самовара. Вот такой образ. Самовар там попыхивает, чайок попиваем или же атомный реактор. Виктор Брюханов, директор АЭС, он более как-то практически подходил к делу. И он вообще-то понимал, с чем он имеет дело. И он лучше других знал, как его торопили, как он вынужден был для выполнения сроков где-то ужиматься, где-то на чем-то экономить, где-то пренебрегать ремонтом. В 1986 году, за несколько месяцев до трагедии, Брюханов давал интервью и говорил о том, как быстро, энергично развивается Чернобыльская электростанция. И тут же сказал, надо надеяться, что это будет способствовать и большему вниманию к надежности и безопасности атомной энергетики и нашей Чернобыльской атомной электростанции в частности. Это для нас самое актуальное. Как резонно замечает Сергей Плохий, написавший книгу о Чернобыле, что это интервью вышло в газете, но без этого замечания. Зачем такие мрачные вещи? Какая еще безопасность? Тот же Брюханов в другом интервью. На таком фоне, имеется в виду уже на фоне этого грандиозного развития, второстепенным главное становится, а что с его точки зрения главное, обеспечение надежности и безопасности нашей работы. Вот это интересно. Это говорит тот человек, которому одно из обвинений вскоре предъявят, будет обвинение в халатности. А он говорит, что не говори, мы все же не обычное предприятие. Не приведи бог, что-то серьезное стрясется у нас. Боюсь не только Украине, но и всему Союзу с этой бедой не справиться. А почему он к этому возвращался? Почему он это понимал? Потому что он видел прекрасно, как шла стройка. Чернобыльская трагедия породила мощнейший народный фольклор. И это, конечно, не такой юмор висельников, над чем смеялись, но характерная очень вещь. Там шуточки вроде «Покидая чернобыль, не забудь для тещи пыль». Было много частушек. И самая, пожалуй, знаменитая была такая. Ускорение важный фактор, но не выдержал реактор. И теперь наш мирный атом вся Европа кроет матом. Ускорение, об этом говорилось в лекции о перестройке. В первые годы после начала перестройки, 85-86, главное слово было совершенно не перестройка, а ускорение. Еще никто не предполагал перестраивать советское общество. Надо было просто ускорить экономическое развитие. И вот тут выстраивается такая очень простая на вид, но ложная совершенно цепочка. Вот стали ускоряться, стали тут что-то менять и рванул реактор. Но это не так, потому что, конечно, Чернобыльский взрыв — это не дитя ускорения и не дитя перестройки, а это дитя советской экономики. Того времени, когда была заложена электростанция, когда были разработаны реакторы, когда формировались, развивались и закреплялись те отношения к безопасности, которые и до сегодняшнего дня никуда не делись, к сожалению. Строительство Чернобыльской АЭС придавалось очень большое значение. Это была всесоюзная стройка, туда приезжали люди со всей страны, выделялись средства, все очень здорово, но при этом все равно все время не успевали по срокам, все время надо было торопиться. Скажем, для строительства пятого энергоблока, который так и не достроили, сами руководители АЭС говорили в интервью, что 70 процентов материалов были дефектные. Это в интервью, а что там на самом деле? Для того, чтобы пустить к сроку очередной блок, приходилось экономить время, приходилось спешить. А где сэкономить время? Например, на ремонте и бросить силы на что-то другое, на создание нового. На ремонте экономили очень сильно. Сошла стройка такая же, как и большая часть советских строек, то есть спустя рукава. Мало того, в какой-то момент строительство Чернобыльской электростанции вывели из подчинения Министерству среднего машиностроения, а перевели в Министерство энергетики. Казалось бы, это чисто формальная вещь, но Минсредмаш это военное министерство, это оборонная промышленность, там больше денег, там больше средств, там лучше материалы. Это, очевидно, тоже сказывалось. Вот эта вот зависимость от того, что тебе выделяет это министерство или то, она, конечно, много чего погубила в российской экономике. Конечно, если уж говорить о безопасности, то важнейший вопрос был связан просто с конструкцией реактора. Вот один из самых болезненных и до конца так и нерешенных вопросов. Проблема заключалась в следующем. Для любого атомного реактора крайне важна система охлаждения. Система охлаждения функционирует благодаря количеству воды, находящейся на атомной электростанции. И к тому моменту, когда строилась Чернобыльская АЭС, да уже и другие, которые были до нее, то основные реакторы, которые во многих странах мира, ну, в частности, прежде всего, в США использовались, это так называемые ВВЭР, водно-водяные энергетические реакторы. На Чернобыльской АЭС и на многих других АЭС в Советском Союзе стоял другой реактор, РБМК, реактор большой мощности канальной. И его принципиальное отличие заключалось в том, что в ВВЭР вода используется и для охлаждения, и для регулирования реакции. А в РБМК вода для охлаждения, для регулирования графит. Я сейчас, в общем, произношу слова, которые для меня не очень много значат. Вернее, я знаю, что такое вода и что такое графит, но принципиальные различия между этими двумя реакторами, мне кажется, совершенно непонятны. Но, как я понимаю, суть в следующем, что вот этот водо-водяной реактор более стабильный, он дает большую страховку, но он более дорогой, его сложнее строить. Мало того, первые варианты РБМК казались лучше, эффективнее, что они могут дать больше электричества. И при этом они более дешевые. Если для ВВЭР нужен обогащенный уран, который надо получать, прикладывая тоже большие силы, то для РБМК, он тоже, конечно, обогащенный, но в меньшей степени, его проще получить. Для этого не надо строить отдельные заводы. То есть, там была большая выгода, чисто финансовая. Водно-водяные реакторы закрывали такой железобетонной оболочкой, которая должна была предохранять от излучения. А конструкция РБМК просто не давала возможности для такой оболочки. Там оболочка была другая, менее безопасная. Ну, а что про это думать, если от него опасность, как от самовара? Голоса о том, что эти реакторы небезопасные, раздавались. Очень интересно, что Николай Антонович Далежаль, человек, который возглавлял институт, разрабатывавший эти реакторы, сам понимал, что тут все непросто. И он пытался пробить идею о том, чтобы АЭС с такими реакторами строились на Крайнем Севере в малонаселенных областях. Понятно, можно сказать, почему можно заражать Крайний Север и чем виноваты народы Севера. Но ясно, его идея была понятна. Мы не можем гарантировать, что не произойдет аварии рядом, например, с Ленинградом. А так и было, потому что на Ленинградской АЭС была авария. Ну, к счастью, не страшная, не огромная, но была. И выброс был. Надо куда-то вот очень далеко убрать. Это опять вопрос денег. Потому что может быть и безопаснее делать где-нибудь в тундре такой реактор. А сколько денег уйдет на то, чтобы оттуда доставлять энергию? Конечно, никто не был готов на это пойти. В 79 году Далежаль написал статью в журнале «Коммунист». Название журнала сегодня звучит так страшновато. И это был такой партийный теоретический журнал. Бывали годы, когда вокруг этого журнала группировались такие либерально мыслящие люди, как ни странно. И вот Далежаль вместе с Корякиным написали статью, которая вышла как раз в «Коммунисте» о том, что реакторы небезопасны, что надо больше заниматься безопасностью. То, что Далежаль с Корякиным написали свою статью в 79 году, это не случайно. Потому что как раз в 79 году произошла авария на атомной электростанции в США. И они как раз там рассуждали о том, как сильно в США увеличились затраты на безопасность после этой аварии. Но денег-то не было. Советская страна могла гордиться невероятно, что цены на молоко, мясо и хлеб не поднимаются и остаются, как и были копеечными. Но денег в стране не было. Да, конечно, были нефтедоллары, шла торговля нефтью. Не было тех денег, которые государство было готово пустить на безопасность. Тем более, что безопасность – это же защита людей. А кого в нашей стране интересует защита людей? Эти все звоночки, ну такое слово «звоночек» симпатичное. А вот эта авария 75 года на Ленинградской АЭС – это не звоночек, это звонок тревожный. Не отреагировали. В 82 году был выброс небольшой на первом энергоблоке чернобыльском. Ну да, исправили, смотрели. Проблемы, конечно, есть, но не более того. Николай Фомин, главный инженер АЭС, который потом окажется на скамье подсудимых вместе с Брюхановым, воспевал безопасность чернобыльской электростанции. И, в частности, говорил, настолько все чисто, что вот рядом с электростанцией прудохладитель, и там рыбу разводят, которую можно есть. Действительно, люди ловили рыбку в этом пруду. То есть просто все замечательно. То, как мало людей во власти прислушивались к предостережениям, это, конечно, в таком резком контрасте находится ситуация в Америке, где 28 марта 79 года на электростанции Three Mile Island произошла утечка. Слава Богу, там не было таких последствий, как в Чернобыле, но была утечка, была большая опасность. После того, как была ликвидирована авария на Three Mile Island, была совершенно пересмотрена стратегия относительно атомных электростанций. К этому моменту было запланировано строительство более 70 новых электростанций. Не забудем, что это конец 70-х годов, то есть это время после энергетического кризиса, когда стало ясно, насколько развитые страны зависят от стран экспортеров нефти, которые могут повышать цены, и тогда останавливаются машины, жизнь останавливается. Нужно искать альтернативные источники. Было запланировано более 70 АЭС, их остановили строительство, совершенно пересмотрели отношение к безопасности. Ну, я даже не говорю о том, что авария была 28 марта, а 1 апреля туда уже приехал президент Картер. Это так, между делом. Но главное, что была комиссия, которая внимательнейшим образом все изучила, и она пришла к интересным выводам. Там был другой реактор, не такой, как в Чернобыле, но там тоже была проблема с системой охлаждения, и там очень расплаивалась 50 процентов активной зоны реактора, то есть там уже ходили просто по грани. Такое замечательное было высказывание, человекомашинный интерфейс плохо работал, то есть, грубо говоря, персонал станции был недостаточно подготовлен к работе с техникой. Там, скажем, вот началась реакция, и сразу около сотни разных датчиков стали показывать аварийное состояние. Они не были распределены так, чтобы было видно, что вот этот самый главный, этот менее, и там просто сотрудники растерялись. И много было других проблем, на которые потом стали обращать внимание и тренировать именно вот с упором на выявившиеся ошибки. И еще одна интересная вещь. Значит, 28 марта 79 года произошла эта авария, а 16 марта за две недели неполных была премьера фильма, который называется «Китайский синдром». Ну, скажем прямо, что это не великое произведение кинематографа, оно такое очень активистское, просто вот скажите теперь вы, кто же скажет правду, если не вы, Джейн Фонда восклицает. Замечательный актеры играет Джейн Фонда, Майкл Дуглас и Джек Лемон. И показана тоже авария на АЭС, просто они как будто предсказали. Естественно, там тоже система охлаждения. Можно увидеть большое сходство ситуации в Чернобыле. Роль, скажем, партийных органов, которые пытались в ситуации с Чернобылем скрыть информацию от народа. Там, конечно, играет крупная корпорация, которая заинтересована в том, чтобы получить лицензию, утверждают, что все в порядке, хотя на самом деле не все в порядке. Конечно, все сделано по законам кино, погибает человек, который везет документы разоблачающие, какие-то документы подделаны. Там, конечно же, они действуют против инструкции в какой-то момент. То есть много такого похожего. Но реальность, вот то, что было на Сримайл-Айленд, она оказалась другой, потому что выводы были очень быстро сделаны. Слава Богу, что за прошедшие уже несколько десятилетий ничего подобного по масштабу больше на американских атомных электростанциях не было. А вот что касается ситуации с Чернобылем, раз уж мы сегодня так много говорим о кино, то есть, на мой взгляд, фильм, очень хорошо показывающий ситуацию, хотя там нет ни слова про атомные электростанции, но очень много объясняющий. Это замечательный фильм Вадима Амдрашитова по сценарию Александра Миндадзе «Остановился поезд». Фильм был след в 1982 году за четыре года до Чернобыля. И там тоже происходит катастрофа, хотя намного меньшего масштаба. Тяжело груженные платформы на железной дороге вдруг отцепляются и катятся под горку, потому что они были плохо закреплены. А им навстречу идет пассажирский поезд, и машинист в последний момент кричит своему помощнику, чтобы тот прыгал, а сам нажимает на тормоза, принимает удар на себя, погибает, зато спасает людей. И присылают следователя, которого прекрасно играет Олег Борисов, которые приезжают в этот город для того, чтобы разобраться. И когда он начинает разбираться, то, во-первых, он видит, как все ему ставят палки в колеса, никто не хочет помогать, от него все шарахаются, он там, значит, собачку прикармливает, эту собачку убивают, только вот, чтобы он убрался оттуда. Он начинает понимать, что никакого подвига не было в действиях этого машиниста, потому что там вся эта трагедия произошла из-за халатности, из-за того, что люди не соблюдали инструкцию. Грузовые платформы, под них должно было быть подставлено два башмака тормозных, и он докапывается до этого, Олег Борисов приходит к сцепщику, который этим занимался, которого Михаил Глузский играет, и начинает из него вытягивать, сколько ты башмаков поставил, один или два? И тот, в конце концов, взрывается, говорит, да один, конечно. Да кто будет ставить два? Невозможно работать по инструкции. Это все становится, если так работать. И после этого, очевидно, настолько сильное переживание, ясно, что он и мучение совести испытывает, этот сцепщик, и раздражение, и боится, что его посадят. У него сердечный приступ, он умирает. Следователи теперь все обвиняют в том, что он погубил хорошего мужика-сцепщика. Ну и заканчивается все тем, что открывается в городе памятник машинисту, который спас людей. То есть, вот эта история с гибелью людей, она из преступления и халатности, она превращается в историю мужества. Машинист, конечно, повел себя мужественно, он пожертвовал собой. Но почему ему пришлось жертвовать собой? Потому что не был подложен этот башмак тормозной. А почему он не был подложен? А потому что нельзя так работать по инструкции. Готовясь к нашей лекции, стала смотреть японский сериал об аварии на Фукусиме. Еще раз говорю, я прекрасно понимаю, что сериал не может быть историческим источником, но тоже интересно, как показывают все. Ну, такой сериал о героических действиях сотрудников АЭС. Когда из-за землетрясения и цунами обесточивается АЭС, то герои, ну, во-первых, они тогда этого организованно все уходят к сейсмоустойчивое здание, которое там стоит. И вот все обесточено, а в этом здании есть ток, работают компьютеры, они оттуда могут вести спасательные операции. Ну, это понятно, такая специфика страны с частыми землетрясениями. А дальше они берут такие толщинные тома, листают, это инструкции, и они смотрят, что написано в инструкции по поводу их ситуации. Ну, правда, выясняется, что в инструкции об этом ничего не написано, но все-таки они обращаются к инструкции. Мне немножко трудно себе представить, чтобы в Чернобыле в ночь 26 апреля кто-то брал инструкцию и смотрел. Там, скорее, наоборот, все было. Не буду рассуждать о различиях российской или советской и японской трудовой этики, это, наверное, не так интересно. Что происходит в Чернобыле? Здесь точно так же, как и на всех остальных советских предприятиях. Выполняют план, берут обязательства по перевыполнению плана. А что значит перевыполнить план на атомной электростанции? Это значит дать стране больше энергии. А как ее можно дать? Реакторы время от времени отключались для ремонта, а можно сократить это время. Естественно, предполагается, почему оно сокращается? Потому что быстрее и эффективнее ремонтируют реактор, быстрее все проверяют и он снова в строю. Мы все прекрасно знаем, что на самом деле это просто значит, что халтурят. А это было регулярно. Очень трудно сегодня сказать, что вот если бы больше ремонтировали, то аварии не было бы. Ну, наверное, это не так. Но, во всяком случае, Чернобыльская АЭС жила по тем же законам, что и вся советская страна. Прикажут, делай быстрее, неважно какого качества. Надо выполнять указания начальства, надо гнать в вал продукции, неважно, это сапоги, электричество или распаханные гектары. Последствия не наше дело. Вот это вот отсутствие ответственности, конечно, очень сильно проявлялось и, к сожалению, проявляется в самых разных сферах российской жизни. На конец апреля был запланирован эксперимент, который должен был помочь как раз в какой-то мере уточнить возможные варианты реакции на аварию. Конструкция АЭС предусматривала существование аварийной кнопки. Вот это вот та страшная кнопка, которую нажал несчастный Леонид Топтунов, после которой все и началось. Это так называемая кнопка АЗ-5, то есть аварийная защита пятого уровня, высшего уровня. При нажатии этой кнопки в реактор вводятся все графитовые поглощающие стержни, которые должны начать тормозить реакцию. То есть это такая защита от каких-то непредвиденных обстоятельств. Но есть несколько но. Реактор не может работать без воды, которая охлаждает его ядро. Нажатие кнопки АЗ-5, так как это какая-то суперавария, то она обесточивает реактор. Перестают работать насосы, которые закачивают воду. Соответственно, перестает идти процесс охлаждения, а это самая жуткая аварийная ситуация. И аварийный генератор, который будет снова подавать ток, почему-то, по непонятной мне личной причине, включался через 45 секунд. 45 секунд это маленький отрезочек, но за этот отрезочек много чего может произойти. И, соответственно, возникла такая идея. В системе реактора еще остается пар. И поэтому, хотя будет электричество отключено, но пар будет еще сколько-то секунд крутить генератор, который будет все равно какие-то остатки энергии производить. И, соответственно, вода будет продолжать закачиваться. То есть речь шла о том, чтобы продержаться вот эти 45 секунд. Вспоминаю героя космической Одиссеи, который должен был через вакуум пройти для того, чтобы справиться с компьютером. Решено было это проверить. Но проблема заключалась в том, что к этим графитовым стержням снизу были прикреплены, так называемые, графитовые вытеснители, которые, опускаясь в воду ночи, вытесняют ее. И поэтому сначала, вместо того, чтобы замедлять реакцию, они ее разгоняют. То есть вопрос, опять же, каких-то десятков секунд. Но это может оказаться роковым. А у меня, как у дилетанта, возникает вопрос, а что, нельзя было без этих вытеснителей обойтись на графитовых стержнях? Но, очевидно, это такой смешной, глупый вопрос, потому что зачем-то они были нужны. А вот такую аварийную ситуацию никто не продумал, что они могут, наоборот, разогнать реакцию. Хотя понятие концевого эффекта уже существовало. В 1975 году в Ленинграде как раз с этими стержнями была связана авария. Один из сотрудников Чернобыльской АЭС, который в 1975 году видел Ленинградскую аварию, он описывал это так. Представьте себя за рулем автомобиля, заводите мотор, трогаетесь, плавно разгоняетесь, переключаете передачи, скорость 60 км в час, снимаете ногу с педали газа. И вдруг автомобиль начинает самостоятельно разгоняться, 80, 100, 130, 150 км в час. Тормозите, никакого эффекта. Решено было проверить эту ситуацию и, наверное, сам факт того, что решили выяснить, что будет происходить в такой ситуации, это было хорошо. Хотя, как я понимаю, есть разные претензии к самой программе этого эксперимента. 25 апреля в пятницу начинают снижать мощность реактора для того, чтобы проводить этот эксперимент. При этом тоже такая, в общем, совершенно советская ситуация, потому что есть программа испытаний, есть смена энергетиков, которые знакомы с этой программой. Начали снижать мощность реактора для проведения эксперимента в пятницу 25-го. Дальше этот процесс замедляется, потому что диспетчер центральный, который даже не здесь, не на АЭС, говорит, что сейчас нужна энергия из Чернобыля и остановить никак нельзя. А почему нельзя было это раньше скоординировать, почему нельзя было раньше заявить, я не знаю. Надо тянуть, надо ждать, защитные стержни уже все почти находятся в ядре, и вообще-то в такой ситуации надо заглушать реактор. А они начинают снова их вынимать. Когда уже велось следствие, начальник вот этой смены, которая работала в пятницу, он ответил на вопрос, почему они не заглушили реактор. Вот просто казалось, что это цитата из «Остановился поезд». Он сказал, почему ни я, ни мои коллеги не заглушили реактор, когда уменьшилось количество защитных стержней? Да потому что никто из нас не представлял, что это чревато ядерной аварией. Мы знали, что делать этого нельзя, но не думали. А если я аппарат заглушу, мне шею здорово намылят, ведь мы план гоним. Абсолютно понятная вещь, то есть, во-первых, начальство страшнее ядерного взрыва, ядерный взрыв будет или нет, а начальство вот оно тут-то, оно тебе сейчас шею намылит. Хотя вот если вдуматься, ну что сделают-то, но он потом говорит, нас бы уволили, что-то сомневаюсь сильно, но все равно, если так вот взвесить. Ну, конечно, никто не взвешивает. Естественно, если бы этим людям сказали, вот из-за того, что вы сейчас делаете, произойдет ядерный взрыв, они бы этого не делали. Но они действительно об этом не думали. И вот это меня не устает поражать, потому что они же работали на атомной электростанции. Представление, что там, конечно, все безопасно, у меня вызывает мысли, как в июне 41-го года, какие-нибудь руководители партийные, советские, которые рано начинали эвакуировать людей по мере наступления немцев, их обвиняли в паникерстве. А если они этого не делали, делали слишком поздно, то, значит, они хотели все сдать врагу. Вот это какая-то безвыигрышная ситуация. Не думали, потому что никогда им об этом не говорили. То есть ясно, что не было каких-то тренингов. Хотя не сомневаюсь, что там были занятия по гражданской обороне и какие-то учения. Но вот этот вариант, что наша советская электростанция может взорваться, никто вообще не рассматривал. Днем в пятницу диспетчер сказал, что отключать нельзя, разрешил только вечером начать снижение мощности. Все сдвинулось в ночь на 26 апреля. В результате сменилась смена. И пришли эти обреченные люди, не зная, что они обречены. И они не знают, что это за эксперимент. И Александр Акимов, глава вот этой новой смены, пришедшей, он берет программу эксперимента, он пытается, по крайней мере, прочитать, что это. А над ним стоит замглавного инженера Анатолий Дятлов, которому тоже потом будет дорога на скамью подсудимых, и торопит. А Дятлов был такой человек жесткий, говорит, давай, скорее, быстро, ну что ты там читаешь, ты делай то, что я говорю. Ну, конечно, он слушается. Упал уровень воды, резко упала мощность. Стало понятно, что сейчас реактор заглохнет до того, как они проведут эксперимент. И регулирующие стержни все вышли из строя, то есть вообще все у них разбалансировалось, но надо же как-то дальше действовать, надо же, уже столько готовили, готовили этот эксперимент, надо его провести. Мощность реактора падает, непонятно, что будет дальше, предпринимаются разные действия. В 0 часов 42 минуты мощность вырастает. И вот здесь у них была развилочка. И так хочется прям вот из сегодняшнего дня им крикнуть, ребята, остановитесь, остановитесь, все, вы сейчас можете заглушить реактор. Это еще возможно, и все, и вы пойдете по домам, и завтра суббота, и все продолжается. Но они этого не делают. Нужно провести испытания. Для этого нужно поднять мощность. Они начинают производить разные действия, там, вытаскивать стержни, закачивать воду. И мощность поднимается, правда, не так высоко, как нужно было бы, но она поднимается. А одновременно усиливается нестабильность реактора, и им поступают сообщения об этом. Но если уже надо провести испытание, то мы будем его проводить, конечно. В 1 час 22 у них резко повысилась скорость реакции. А это значит, что все стало нагреваться, и вода закипела. А это значит, что пара стала больше, чем воды, там, еще пару этому некуда было деваться. И значит, реакция все больше и больше ускоряется, потому что вода замедляет, а пар только разогревает ее. Ситуация такая становится угрожающей. Ужасно думать о том, что весь этот эксперимент, все эти испытания, которые стоили столько жизней, к такому ужасу привели, они длились 36 секунд. 1 час 23 минуты 4 секунды начали, 1 час 23 минуты 40 секунд закончили. Все, все было сделано, проверено, можно расходиться, ну, или почти можно расходиться. И в этот момент, когда почти все регулирующие стержни были вытащены, и когда пара было очень много, вот здесь все пошло в разнос, резко пошла наверх мощность. Очевидно, Акимовым был отдан приказ к этому бедному Лене Топтунову, чтобы он нажал на кнопку АЗ-5. Кнопка была опечатана, он сорвал эту бумажную печать и нажал на кнопку. Потом, конечно, очень сильно расследование концентрировалось на этом моменте, кто приказал, кто нажимал, Акимов или Топтунов, уже покойные, кто виноват. Вот Диатлов на суде говорил, нажали бы мы кнопку в другой раз, все равно бы произошел взрыв. Дело не в наших ошибках, дело в конструкции реактора. И вот это будет огромный вопрос, но мы еще к нему придем. Нажата кнопка, и все 187 графитовых стержней длиной 7 метров должны быстро опуститься в реактор и заглушить реакцию. Все, реактор безопасен, как самовар. Но тут срабатывает вот этот злосчастный концевой эффект. Когда они опускаются, они вытесняют воду еще, вода начинает разгонять реакцию, нарушается теплоизоляция, стержни застревают, только на треть опустившись. Реакция не остановлена, и уже остановить ее невозможно. Охлаждения нет. И резко увеличивается количество пара, и реакция еще больше, и больше, и больше разгоняется. На самом деле, все это произошло за куда более короткий отрезок времени, чем я это рассказываю. Вот если в час 23 минуты 40 секунд закончился эксперимент, то в час 23 минуты 44 секунды уже произошел взрыв, и огромная гигантская плита, закрывавшая реактор, взлетела наверх, пробила крышу и упала обратно. Если бы она упала, полностью закрыв реактор, ну, наверное, тоже бы это ничего не изменило. Но она упала, конечно, не так, как лежала до этого. Начались выбросы. Как описывал один из участников, раздался гул очень низкого тона, похожий на тон живого существа. Но тут, конечно, эти их рассказы за одним числом могут быть романтизированы, могут быть очень сильно драматизированы. Но, во всяком случае, ясно, что раздался какой-то жуткий, страшный звук, взрыв. Через две секунды еще один взрыв. Сильно шатнуло пол и стены. С потолка посыпались пыль и мелкая крошка. Потухло освещение. Затем раздался глухой удар, сопровождавшийся громоподобными раскатами. За это время освещение погасло, потом появилось вновь. После второго взрыва вот эти жуткие радиоактивные куски графита, которые потом стоили жизни стольким людям, они вылетели наружу, на крышу третьего блока, на землю. Но люди, которые находились у пульта управления, они не могли себе представить, что взорвался реактор. Они слышали, естественно, что произошел взрыв. Они понимали, что что-то случилось. И, очевидно, что-то страшное. Но вот эта вот идея, что реактор не может взорваться, она была для них просто абсолютной. И я все время думаю и про этих людей, и про тех, кто дальше не соблюдал никаких правил безопасности, и про рыбаков, которые в это время удили рыбку. Очевидно, они жили в городе, который связан с этой электростанцией. Они должны были что-то знать. И про тех, кто вышел на мостик смотреть на пожар. Это же все люди, обреченные на смерть. Они не могли не знать каких-то элементарных вещей. По той простой причине, что вся страна, я уж не говорю про энергетиков, про тех, кто работал на станции, с ними должны были быть какие-то учения. Вся страна от школьников до людей предпенсионного возраста занималась гражданской обороной. Это было бесконечно. На уроках разных мы это проходили. На работу приходили к людям, проводили какие-то лекции. Вот все слышали, что там атомный взрыв, вспышка справа. Надо ноги по направлению к вспышке упасть на землю. Если есть что-то белое, завернуться в белое. Тогда меньше ожоги. Я вот до сих пор помню, сколько лет прошло, как мы записывали последствия атомного взрыва. Тепловой удар, световое излучение, ударная волна и, наконец, радиация. Ну, понятно, это все ассоциировалось с атомной бомбой. А здесь мирный атом. Но все же это знали. А эти энергетики, их должны были накачивать на это. Они не понимают, они не могут себе представить, что реактор взорвался. Вот все вылетело уже наружу. Советский Союз был страной, который делал вид, что он всегда борется за мир. Но эта борьба за мир была очень похожа всегда на подготовку к войне. Мы стоим за делом мира, мы готовимся к войне, как в одной из песен Галича говорится. И поэтому нас учили собирать и разбирать автомат. И рассказывали про эту самую вспышку справа или вспышку слева. И там заринзаман в газа. И тренироваться надевать противогаз. Вот все это проходило десятилетиями. И ничего. Это множество шуток. Ну, вроде того, что если увидел вспышку, то вернись в белую простыню и вперед ногами ползи на кладбище. Какая безопасность? Откуда это пренебрежение правилами безопасности? Практически всегда. Начиная от таксистов, которые очень удивляются, когда ты хочешь пристегнуться в такси, и кончая сотрудниками атомных электростанций. В данном случае, вот в эту секунду ночную, наверное, их трудно даже упрекнуть. Конечно, они растерялись. Конечно, они не понимают, что происходит. Конечно, они в отчаянии и просто не знают, что это. Если бы их больше тренировали, если бы они больше знали, то, может быть, нашелся бы до этого кто-то, кто понял бы, что надо останавливать реактор. Все знания, опять же, на уровне Галича. И лечусь столичную лично я, чтобы мне с ума не стронуться. И Стопник сказал, что столичная очень хороша от Стронция. Идея, кстати, что водка помогает от радиации, она была очень популярна и в Припяти, и вообще вокруг Чернобыля. Это вот казалось, что не подведет. Начинается проявление действительно невероятного героизма. Людей вроде Володи Правика, 23-летнего, командошу пожарными, или таких, как Виктор Кибенок, или таких, как Василий Игнатенко, которые проявили невероятное упорство и героизм, и не уходили уже, когда их тошнило, и когда они падали с ног, и никто не хотел уезжать в больницу, их чуть ли не силой увозили, при том, что тоже у них ничего не было. Они никак не могли сначала эти рукава с водой протащить на крышу, чтобы сбивать пожар. Всюду висели провода, поэтому боялись, что замкнет. Всюду эти раскаленные куски графита, и никто не понимает, что это, и в чем опасность. Один из выживших пожарных вспоминает, ходить было трудно, битум на крыше расплавился, жарища такая. Чуть малейшее что, битум сразу же загорался от температуры. Ногу нельзя переставить, сапоги вырывает. И вся крыша усеяна какими-то кусками светящимися, серебристыми. Но их отшвыривали в сторону. Вроде лежит, и вдруг раз воспламенился. Это и есть графит. Очень характерно, даже в этом воспоминании, понятно, что он вспоминает уже в тот момент, когда он все знает, и про графит, и про то, что там происходило. Главное, это, конечно, жар. Это вот все плавится вокруг, они должны тушить этот пожар. То есть пожарных, которые отвечают за атомную электростанцию, их не учили, как справляться с атомным пожаром. Их учили, как тушить обычные пожары, что они и делали. Были страшно жарко, они сняли каски. Понятно, каски бы их не спасли все равно, но это хоть какой-то был уровень защиты. Этот графит они отпихивали. Естественно, у них никакого защитного обмундирования. Не то, что вот как тоже в фильмах показывают, когда надевают этот самый костюм радиационной защиты, когда респиратор. Да у них масок даже не было. Это же электростанция атомная. Ничего этого не было. Когда приехал первый врач, то он взял с собой только обезболивающее. Он думал, что если вызывают пожарные, ну там, наверное, кто-то обжегся. Потом они к нему все подходили и так как многих рвало, то они считали, что такая странная у них была идея, что мы очень разнервничались из-за пожара. Ну вот кто-то где-то слышал, что от нервов рвет. Им было очень неловко. Там мужики пожарные, вот так вот. Он им давал успокаивающее. А у него не было никаких средств от лучевой болезни, естественно. Что это за средства вообще? Когда до него что-то дошло, то он позвонил в больницу и попросил привезти йодидкалия. То есть то, что щитовидку спасает от радиации. Но все равно нет таких доз. Потом, когда уже все распространилось, сведения все, то во многих местах стали люди идти в аптеку, просто покупать бутылочку йода и выпивать, и обжигать все все внутри. Потому что кто-то где-то слышал, что йод помогает, вот не только столичный. Можно себе представить эту районную больницу. Какие там средства? Там тоже не очень сильно представляли себе, что дело с лучевой болезнью. Хотя они находились рядом с атомной электростанцией. В этот момент, уже после взрыва, тоже было сделано много ошибок. Были ошибки до взрыва и были ошибки после, но которые, наверное, более объяснимы. Потому что ничего было непонятно. Ошибки совершали все. Или даже не ошибки, а действовали просто в предлагаемых условиях. Привозят этих людей уже распухших, которых уже рвет, которых совершенно непонятные какие-то симптомы, их привозят в больницу. А что они могут делать? Они не понимают. Они им молоко дают, потому что это, говорят, очень полезно и очищает организм. Их рвет еще больше. Потом им какие-то ставят капельницы. Но кому-то становится легче. Отмечено было еще в Хиросиме, что первый период после радиоактивного заражения человеку может даже становиться легче. А потом радиация концентрируется, наносит удар. Но, естественно, в тот момент это было еще совершенно непонятно. Из-за того, что никто не может себе представить, что реактор взорвался, то огромные силы брошены на то, чтобы его охлаждать. То есть они охлаждали то, что уже не действовало, то, что уже взорвалось и выкидывало радиацию наверх. Это стоило сил огромных, потому что кого-то отправили открывать задвижки на трубах, кто-то качал эту воду беспрерывно и не уходили, и качали, а это уже было совершенно не нужно. Отправили двух несчастных стажеров на гибель, чтобы они вручную эти стержни опустили, хотя уже это тоже было все совершенно бессмысленно. Никто ничего не понимал. Вот Александр Акимов, которого увезли в больницу, он, во-первых, сжимал в руках программу испытаний на всякий случай, чтобы всем доказать, что он действовал по программе, что он ничего такого не сделал. И до тех пор, пока он еще мог говорить, он все время говорил, я все сделал правильно, я все сделал правильно. Почему это произошло? И даже непонятно, вот это что, это желание оправдаться перед другими или просто самому себе он это повторяет? Один из сотрудников АЭС потом говорил, слишком велик был стресс и слишком велика была наша вера в то, что реактор взорваться не может. Массовое ослепление. Многие видят, что произошло, но не верят. Еще одна вещь. На станции, естественно, были дозиметры. Они не все работали, оказалось, что многие там были в нерабочем состоянии, но были те, которые работали. И они все показывали крайнее значение, которое у них было, а у них самое большое значение было 3,6 рентгена. Это рядом не стояло с тем уровнем радиации, который был во много раз больше. 3,6 рентгена, это много, но это не катастрофа. Об этом и рапортовали довольно долго. Это была одна из причин, по которой не хотели эвакуацию начинать. Не единственная. Но одна, если что, не так уж много. Там по каким-то инструкциям должно было быть больше. А кругом все пылает уже. И дальше вот начинается другая история. То есть, с одной стороны, этими дикими жертвами пожарников, по крайней мере, огню не дали распространиться на третий блок. И как-то его остановили. Что-то ужасающее в реакторе все равно продолжается. Рядом огромный город. Это конец апреля. Прекрасная погода. Там в этот день семь свадеб празднуют. Люди гуляют. Дети. Кто-то на рыбалку собирается. Что делать со всеми этими людьми? Следующий советский вариант. Самое страшное это паника. Вот слово паникер еще с военных времен ужасное. Это какой-то такой страшный человек. И он паникует, и за ним идут все другие. Все время, во время всех обсуждений, на всех уровнях. Вот они начали сами обсуждать, когда там приехало городское начальство, партийное. Потом из Москвы приедут начальники. И там все время кто-нибудь говорит, надо эвакуировать. Да какая эвакуация? Ты что, паники хочешь, что ли? Пусть лучше будет паника, чем люди будут умирать от лучевой болезни. Нет, нельзя. Но к этому, конечно, еще добавляется то, что если паника, если это все обнародуется, то это уже скандал. И тут они начинают, конечно, думать о выговорах, об увольнениях. Вот о каких-то вещах, которые потом, даже я думаю, им самим было. Понятно, что это вот несопоставимые вещи. Но сначала у них, конечно, это срабатывает. Ты что, паники хочешь? И никого не эвакуируют, и никому ни о чем не сообщают. Поначалу. Конечно, так как весь город связан со станцией, то уже кто-то знает. Эти пожарные умирающие, которых везут в больницу, говорят своим родным, которые к ним прибежали, уезжайте немедленно, увозите детей. Кто-то начинает уезжать, кто-то бежит, кто-то отправляет детей. Но это далеко не все. Я с ужасом, только готовясь к нашей лекции, узнала, что Владимир Правик, обожженный, отравленный, умолял родителей, чтобы они жену с маленькой дочкой его увезли. И они действительно посадили их на мотоцикл, отвезли на железнодорожную станцию, те уехали. И потом они будут жить в Москве. А его родители уже потом, после его смерти, и брат, они уехали из Припяти, конечно же, ну как и все. И они жили в Ирпене. Родители его умерли, а брат, похоже, что жив. По крайней мере, пыталась найти, какие-то сведения. Ну, что с ним сейчас происходит, не знаю. Вот так от одной трагедии пришел к другой. И так все боятся паники. Еще одно кинематографическое отступление в 1975 году. За 11 лет до Чернобыля Глеб Панфилов снял замечательный фильм «Прошу слова», где Инна Чурикова играет мэра города. Очень такую решительную, твердую, честную женщину, очень страшную женщину при этом. Такую фанатически преданную своей работе. И совершенно советского человека. Не буду подробно говорить про этот совершенно замечательный фильм. Там такая сцена, когда есть некое здание, которое находится в аварийном состоянии. И оно не просто в аварийном состоянии, а в нем трещина. Это дом жилой. И он может вот-вот рухнуть. И в одной из квартир этого дома свадьба огромная, где куча народу, где пляшут. И понятно, что сейчас дом рухнет. И главный инженер говорит, надо немедленно эвакуировать дом. Я говорю, да вы что? Как это можно сделать? Это паника. Свадьба там. И она идет в этот дом. Вот мэр приехала поздравить молодых. Она их поздравляет. Она пляшет с ними. Там прямо показывается эта трещина. Они все пляшут. А потом она говорит, мы дарим молодым новую квартиру. Поехали все сейчас ее смотреть. И увозят всю эту компанию из аварийного дома. Очень так ярко, интересно. Вопрос только зачем? Просто чтобы свадьбу им не портить. А если бы обрушился дом? Ответ, он ведь не обрушился. А мог обрушиться. Дозиметры показывают 3,6 рентгена. Нашелся один дозиметр на всю станцию с большей шкалой. У него максимальное было значение 200 рентген. Это тоже намного меньше. Но, по крайней мере, это очень опасно. Он был у человека по имени Серафим Воробьев, который отвечал за гражданскую оборону. Был начальник штаба гражданской обороны. И вот он бегал от одного начальника к другому и показывал это. И говорил, срочно эвакуация, срочно что-то делать. А ему никто не верил. Он еще был какой-то в истерике, встрепанный весь. Ну, тут будешь в истерике. И его не слушали, от него отмахивались. Его посылали там от одного начальника к другому. А ситуация-то с каждым часом все хуже. И когда он прибежал к Брюханову со своим дозиметром, тот ему сказал, никому никакой информации не давай ни вверх, ни вниз. То есть ни начальству, ни обычным людям. Все, все тихо. Тоже очень характерная вещь. Но к утру уже Брюханов заговорил об эвакуации. И тут нашлись тоже начальники городские, которые говорят, ты что хочешь паники? Вот приедет начальство, вот приедет барин, барин нас рассудит. Они решат. На следующий день начинает подтягиваться начальство. Сначала городское, потом республиканское, потом уже московское. Приезжает министр энергетики, какие-то люди, которые говорят, о, какой реактор хороший. Министр энергетики, который потом будет говорить, да мы к осени починим четвертый реактор, а к концу года уже откроем пятый. Там уже все взорвалось, он собирается его чинить и новый открывать. В этот день на вертолете два инженера, понимавших, в чем дело, потому что один из них, в частности, занимался строительством этого реактора, они на вертолете облетели над энергоблоком, тоже, конечно, там много, все, кто были на вертолете, получили большие дозы. Они подлетели и они поняли точно, что произошел взрыв. И то, и то еще ждут. К вечеру 26 числа приехали Борис Щербина и Валерий Легасов. Люди, которые сыграют, конечно, очень большую роль в организации ликвидации аварии, хотя тоже там по-разному оценивают их идеи, но во всяком случае, Щербина, который был заместителем представителя Совета Министров и академик Легасов, про которого потом говорили, а он вообще химик, он ничего не понимал, во всяком случае, он был ученый и он не боялся брать на себя ответственность. И сначала тоже приехав, они говорили что-то вроде того, что паника страшнее радиации, но уже к утру сказали нет, надо эвакуировать. А до этого отключили междугородние звонки, чтобы, не дай бог, кому-то не рассказали, там какие-то милицейские заставы на подъезде к городу. То есть вот силы тратились на какое-то совершенно бессмысленное дело. И когда они обсуждают, и вроде бы, как выясняется, недостаточный уровень радиации, чтобы эвакуировать, то медики против представителей Министерства здравоохранения, потому что по их инструкции не полагается. Ну и считается, что вот Легасов, который стал говорить, реактор неуправляемый, тогда стали готовиться. Пришли из Киева автобусы. И опять, почему-то, надо обязательно врать, людям говорят, что они уедут на три дня. Вот почему на три дня? Почему не сказать правду? Ну да, тогда они потащат какие-нибудь свои шкафы с собой. Ну куда они их потащат? В автобусы. Не разрешили брать домашних животных. Вот почему? Ну что шерсть там переносит радиацию. То же, что ну вы скоро вернетесь. Страшная эта серия в американском сериале, когда отстреливают всех этих собак, бродячих, которые вчера были домашними, а вдруг их все хозяева исчезли. Такой какой-то дикий, жуткий символ. И людей вывозят. Вывезли большую часть города, хотя остались сотрудники станции, остались те, кто не хотели. Были старики, которые не хотели уезжать или просто не могли уже. Кто-то остался, конечно. Но дальше-то это все начинает распространяться, выбросы идут. С одной стороны, идет борьба на самой станции, чтобы остановить то, что происходит. А с другой радиация распространяется. Через несколько дней понятно, что, в общем, дальше уже скрывать невозможно. Может, и рады были бы скрывать. Про взрыв на НПО «Маяк» так вообще никому ничего и не сообщили. Солдатиков, которые этот взрыв под Челябинском ликвидировали, быстренько в баню отправили смыть радиацию. И потом досрочно по домам, и где они там, как быстро они все умерли, никто не считал и никто не знает. Это все-таки время другое. Это не 50-е годы, а 80-е. Уже через несколько дней на шведской атомной станции сотрудник проходил через систему безопасности, а там-то все время проверяли. И вдруг сработал счетчик, оказалось, что у него какая-то огромная доза. И решили, что это ошибка, а потом оказалось, что у всех такая доза. И вот так вот засекли то, что почему-то вдруг какой-то огромный взлет радиации в Швеции, потом в других странах. И очень быстро стало понятно, что где-то произошла авария. Конечно, все равно сведения распространялись о том, что происходит. Но, естественно, это ужасающая история с первомайской демонстрацией в Киеве. На самом деле, известно все про Киев, но ясно, что и в других городах, в той зоне, вокруг которой все происходило, это тоже все было. В Киеве Щербицкий приказал, чтобы все начальники пришли с детьми, с внуками. Вот опять же, чтобы показать безопасность. Это много раз мы такое видали, когда в Семипалатинске или где-то еще вот показать, что все отлично, все прекрасно. При этом, вроде бы, как он пытался добиться разрешения на отмену демонстрации, но ему Горбачев не разрешил. Потом Горбачев говорил, а у нас еще не было полных сведений первого мая. Во-первых, это уже первое мая, сколько дней прошло. А во-вторых, если нет полных сведений, то вообще-то нормальная ситуация решить в пользу людей. Ну, как можно без первомайской демонстрации? Это первомай, солнце, все легко одеты, этот загар быстренько прилипает, и все идут на демонстрацию. Ну, меньше было, чем обычно народу. Ну, принципиально, в общем, ничего это не поменяло. 8 мая все-таки уже допустили в ограниченных, конечно, пределах иностранных журналистов и прилетели представители МАГАТЭ, Международного агентства по атомной энергетике. Ой, я помню, как потом по телевизору выступал этот представитель МАГАТЭ и объяснял, какая чистая атомная энергия, насколько она лучше других. И это что-то в тот момент было прям ужасно слышать, в этом мае 86-го года, когда люди умирали, уже умерли от лучевой болезни. 14 мая Горбачев выступил по телевизору и рассказал о том, что произошло, опять же, конечно, в спокойных выражениях. Никаких образов апокалиптических не было, а зря, потому что вообще-то в этот момент еще ничего не было решено, еще было совершенно непонятно, как остановить реактор. Было несколько задач. Во-первых, надо было как-то вот эти выбросы из него остановить. Предложению Легасова с вертолетов бросали мешки с песком и щебнем, чтобы как бы завалить реактор. На сегодняшний день менее расходятся, то есть кто-то считает, что это было правильное решение, кто-то решает, что это все равно ничего не могло остановить, что наоборот от каждого мешка взлетал вверх еще радиационный мусор, и возникла опасность того, что станция просто провалится. Интересно, что в Киеве в этот момент ходили слухи, но слухов было много, было много страшных, жутких, а был такой успокаивающий, что оказывается, под реактором есть огромное такое выртое пространство, куда его сейчас опустят и закроют, и ничего страшного не будет. Такого пространства, увы, не было. Зато была угроза, что он просто сейчас просядет под этим огромным грузом и дойдет до грунтовых вод. А если бы он заразил грунтовые воды, то тогда бы это все вышло в реки, в моря, в океан, непонятно бы, на что распространилось. Вот это как раз тот самый китайский синдром, в честь которого назван был фильм американский, о котором я говорила. То есть там один из героев образно говорит, что вот сейчас если будет давить-давить и, значит, прожигать почву внизу, реактор, то он может пройти аж до Китая. На самом деле, он тут же говорит, до Китая не дойдет, но дойдет до грунтовых вод. Вот здесь, конечно, тоже была такая опасность, поэтому надо было что-то делать с водой. Поэтому, например, откачивали воду уже скопившуюся под реактором, чтобы подвести туда плиту, такое основание. Откачать ее было совершенно невозможно, поэтому вот эти вот три инженера, ну, инженера-водолаза совершили, конечно, потрясающий подвиг и остались живы, слава богу. Те, кто спускались под воду и открыли задвижки, которые помогли воду эту спустить. И, конечно, вообще все, что происходило в Чернобыле, это вот такая смесь невероятного героизма и добровольцев, вызывавшихся со всей страны ехать, и людей, совершавших совершенно поразительные вещи, и обмана, и государственного принуждения, потому что кто-то ехал добровольцем, а мальчики, молоденькие солдатики, якобы тоже добровольцами, в общем, конечно, очень многих заставляли. Вот все подчеркивают, что шахтеры с каким-то невероятным энтузиазмом работали, прокапывая там туннель под реактором. С другой стороны, опять же, вот мы знаем, что многих, ну, фактически призывали. То есть там смешано все было, благородное и подлое, в какой-то удивительной, такой неразрывной субстанции. Было понятно, что надо людей вывозить, поэтому сначала создали десятикилометровую зону вокруг станции, потом сделали тридцатикилометровую зону, из которой вывозили. Вот это та самая зона, существующая до сегодняшнего дня, так привлекающая диггеров и фотографов, и сторонников каких-то экстремальных ощущений. Но, так как все время боялись, что будет еще один взрыв, и что тогда уже будет нужна зона в 500 километров, и тогда надо будет эвакуировать Киев и многие другие города. Слава богу, этого не произошло, слава богу, сумели остановить. Но тоже, как только начинается обсуждение «надо эвакуировать Киев», как эвакуировать такой большой город? А что же вставлять его? Детей стали вывозить на курорты, по крайней мере. Остается только благодарить все высшие силы за то, что этого не случилось, потому что, иначе, конечно, эта эвакуация была бы полным хаосом и полным ужасом. В середине мая становится понятно, что надо сверху закрыть реактор, что другого выхода нет. Уже к 5 июня будет готов проект того, что официально называлось укрытием, но все, как тогда, так и сейчас называют саркофагом. Начинают строить этот саркофаг, причем сначала была идея какого-то алюминиевого, потом поняли, что это не получается, так вот его пытались опустить сверху и стали использовать те конструкции железнобетонные, которые остались после взрыва. А кто будет строить? Строебат, конечно. Опять же, вопрос о том, насколько добровольно была переброска солдат в Чернобыль, вызывает, конечно, очень большие сомнения. И там тысячи и тысячи солдат, которые героически, конечно, действовали. И гигантский саркофаг весом в 400 тысяч тонн был построен. Мы знаем, что потом его поправляли, потом его чинили, и на самом деле мы понимаем, что угроза никуда не исчезла, что там все продолжается. И это постоянный ужас, который с нами, со всеми, независимо от того, что уже другие страны, как все изменилось. Точно так же, как тогда это задело и Украину, и Россию, и Беларусь, и западные страны. Так не дай бог, если сейчас что-то здесь произойдет, то, конечно, это скажется на всех абсолютно. А параллельно вот с этими совершенно невероятными усилиями по закрытию реактора, естественно, возникает вопрос, кто виноват. Разные чувства. То есть, с одной стороны, просто желание кого-то наказать. Вот Брюханов сразу понял. Ему сообщили об аварии, он подъехал только к станции, увидел это вот зарево, и у него вырвалась, это моя тюрьма. Но он, конечно, понял, что он всегда будет отвечать. Ну, очевидно, так и полагается он директор. То есть, есть всегда желание наказать просто. Виновные должны быть наказаны, значит, кого-то надо наказать. Но здесь же есть и другая вещь. Надо понять, почему это произошло. Надо понять, что делать дальше с этими реакторами. Как происходит в авиации, когда терпит крушение самолет какого-то типа, и прежде чем не выяснены причины крушения, останавливают полеты вот таких самолетов. А вдруг там тоже такой изъян. Что это означало? Что останавливать эти все реакторы, которые на Ленинградской АЭС, на Курской АЭС, в Литве, на Ингалинской. Как с этим быть? А где брать электричество? Хотя раздавались голоса о том, что надо быстро, Щербина даже в пылу, того, что он увидел, говорил, что надо остановить все эти реакторы. Не так-то просто. Некоторые из них действуют до сегодняшнего дня. Но для начала надо было понять, кто виноват. Довольно быстро берут под арест руководителей станции, хотя они все получили огромные дозы и чувствовали себя ужасающе. Но вот Брюханову офицер просто сказал, что поймите, вам лучше будет в тюрьме, потому что непонятно совершенно, как люди будут реагировать на вас, считая вас виновным. Начинается суд, в котором как раз главная проблема заключалась в том, это человеческий фактор, тогда надо наказать конкретных людей. Акимов, возглавлявший смену, Топтунов, нажавший кнопку, их уже не было в живых. Ну, у них были начальники, которые разработали этот эксперимент, эти, значит, испытания, которые не проследили, которые не обеспечили и так далее. Или же дело в чем-то другом, или же дело в том, что эта конструкция была с изъяном из-за этих стержней, застревавших, из-за того, что это менее безопасный реактор. Этот вопрос, на самом деле, до конца так и не решен. Мнения очень сильно разделились. Конечно, все сразу стали винить персонал. Академик Александров, как он остался, при мысли о том, что безопасен, как самовар, это немножечко уже странно было теперь повторять. Но он говорил, что это ошибки операторов. Правда, он тут же попросил освободить его от всех его постов. И надо сказать, что через несколько месяцев его сняли. Хотя вот никакого, ну там, грубо говоря, публичного покаяния он, конечно, не принес. Борис Щербина, который внимательно во все очень вникал, его комиссия дала следующий вывод. Авария произошла в результате грубейших нарушений персоналом технологического регламента и в связи с серьезными недостатками в конструкции реактора. То есть и то, и то. Но тут же он оговаривается, что вот эти два фактора неравнозначны. Исходное событие это ошибки операторов, ошибки персонала. Валерий Легасов, которого отправили на конференцию МАГАТЭ, где сначала предполагалось, что он будет говорить 30 минут. Это тоже много говорит о серьезности руководства МАГАТЭ. А потом он говорил несколько часов свой огромный доклад. Но у него, конечно, тоже очень большой был акцент сделан на ошибке персонала. Хотя он говорил и о недостатках реакторов, но потом очень корил себя, что мало об этом говорил. Но когда он вернулся в Советский Союз, то его, конечно, стали наоборот всячески пинать за то, что он слишком много западным людям сказал. Судьба Легасова, конечно, непонятна и трагична. У него развивается лечевая болезнь, у него начинается онкологическое заболевание. У него очень сложные отношения с коллегами, потому что он как раз, МАГАТЭ это одно, а вот на всех обсуждениях внутри страны он очень много говорил об изъянах реактора. И кто-то говорил, что он ничего не понимает, потому что он химик. Кто-то говорил, что он просто чушь порет. Кто-то считал, что он предает своих братьев-ученых. И он оказался в такой какой-то изоляции. При этом он вообще, конечно, заслуживал наград за свою самоотверженную деятельность. Но он не получил героя соцтруда, он получил какие-то там к юбилею своему часы. И казалось бы, ну что ему до этого? Ну Легасов был советский человек, он все это ценил, признание. Мало того, что он болен, мало того, что у него, конечно, стресс после всех воспоминаний о том, что там он пережил. Мало того, что он понимает, что он отдавал приказания, в результате которых, там, скажем, вот вертолетчики летели, получали страшные дозы. Или шли люди на крышу, выносили этот графит. То есть он, наверное, себя ощущал виновным во множестве смертей. Хотя и понимал, что он действовал ради спасения людей. Он сделал одну попытку покончить с собой. В больнице его откачали. И 26 апреля 88 года на вторую годовщину Чернобыльского взрыва Легасов повесился. Конечно, уже тогда ходили разные случаи, что, может быть, не повесился, а его повесили. Но это все, такие слухи возникают в подобных ситуациях моментально. Легасов действительно не оставил никакой записки. Но, например, он привел в порядок стихи, которые он писал своей жене в течение многих лет. Он принес с работы свои личные вещи. То есть он явно собирался подвести черту. Он сделал такой узел, что потом, когда уже обнаружили тело, то этот узел долго не могли развязать. Но это, конечно, тоже можно истолковать так, что вот это КГБ его повесило. Мне трудно себе это представить. Непонятно главное. Не то, чтобы КГБ не могло повесить, но вопрос, зачем. Чербина дожил до 90-го года. Ну, то есть тоже, конечно, жизнь его сильно сократилась. А уж как сократили жизни ликвидаторов, они уверены, что когда-то сумеют все это подсчитать. На суд было выведено несколько человек, из которых, конечно, основные, это были вот три руководителя. Это был Брюханов, директор, это был Фомин, главный инженер, и Дятлов, заместитель главного инженера. И они, конечно, понимали, что из них делают козлов отпущение. Брюханов отвергал все обвинения, но он все время подчеркивал, что, может быть, я где-то там что-то и не увидел, но вообще мы действовали по инструкции, и ни одна инструкция не рассматривает вариант взрыва реактора. И вот это тоже, конечно, удивительно. То есть вообще это не предполагалось. Фомин, который находился в тяжелейшем состоянии и хотел покончить с собой, пытался, разбил очки, пытался стеклом от очков перерезать все вены, пытался все свалить на Дятлова и на Акимова. Акимов вообще уже был мертв к этому времени. У него было особенно сложное положение, потому что он разработал эту программу испытаний. Он говорил, что все бы прошло прекрасно, если бы не был нарушен протокол. А Дятлов упорно говорил о том, что люди вообще ни при чем, не только он, но и никто другой, все дело в конструкции реактора. И вот я уже цитировала эти его слова о том, что нажали бы мы кнопку в другой раз, все равно был бы взрыв. Три совершенно разных варианта. Виновата техника неправильная, виноваты люди, все испортившие, или же что-то пошло не так, а нам никто не объяснял, как действует такая ситуация. Доводы есть в пользу каждого из этих вариантов. Они все получили по 10 лет, там было еще несколько человек, которые получили меньше, но никто из них эти 10 лет не просидел. Брюханов вышел в 91-м году, даже потом работал снова в Чернобыле, но уже, конечно, не директором, и дожил до 21-го года. Фомин явно был в таком невменяемом состоянии, и он практически сразу после суда оказался в психической больнице, после чего его, как тяжелобольного человека, освободили, и он лежал уже в обычной психиатрической больнице, не в тюремной, а через некоторое время как-то его привели в себя. И тоже интересно, что он не вернулся в Чернобыль, но он в Твери на Калининской АЭС работал. Он жил с семьей в Тверской области, в городе Удомле, и, судя по всему, он все еще жив, несмотря на всю полученную дозу. Дятлова тоже через 4 года выпустили, там разные люди подписывали письма в его защиту. По отзывам Дятлов был неприятный человек, что он кричал, он был груб с подчиненными, но здесь вот он хотел дойти до конца, он хотел отстоять свое мнение, можно сказать, свое доброе имя, или просто вот пробить истину, потому что он ездил, он выступал в МАГАТЭ, он писал книгу, он упорно доказывал, что все дело в реакторах. Он прожил недолго и умер в 95-м году. Что касается этих реакторов РМБК, их изначально было, начиная с 70-х годов, произведено 17, после Чернобыля, конечно, дальнейшее их производство, там планировалось еще множество, было остановлено, но они оставались, постепенно они вырабатывали свой срок и их убирали. Но все еще на Ленинградской, Курской, Смоленской в сумме есть 8 таких реакторов. Ну, и хочется надеяться, что, конечно, ужасающие уроки Чернобыля учтены, и, по крайней мере, вот второй такой же аварии не будет. И, слава богу, нет и других. Но, конечно, вся эта ужасающая история наводит на большие мысли о том, насколько действительно безопасна атомная энергетика и насколько игра стоит свеч. Вот ради этой частоты, которую действительно дает атомная станция, если она работает нормально, если она не взрывается, если нет утечки, если нет землетрясения, как на Фукусиме. У меня нет одного ответа на этот вопрос, но, глядя на карту, я с некоторым удовлетворением отметила, что я сейчас живу в стране, где нет атомных электростанций и не планируется. Эта как-то мысль мне приятна. Сколько всего человек пострадало из-за Чернобыля? Я не уверена, что когда-нибудь эти результаты можно будет точно посчитать. начиная от этих мальчиков, пожарных, ликвидаторов, от жителей Припяти, от жителей зоны вывезенных и где-то кто-то умер или умер раньше, или заболел раком. Отразилось ли это на ком-то в Швеции или на ком-то во Франции? Это посчитать, конечно, невероятно трудно. Что произошло с шахтерами, что произошло с солдатами? Конечно, теоретически можно поднимать все эти данные, потому что все они имеют или имели чернобыльские льготы. Наверное, когда-то будет произведена грандиозная работа по подсчету просто среднего уровня жизни, сколько они прожили после Чернобыля. Но на самом деле это не будет четким ответом, потому что никто не знает, сколько бы они прожили в другой ситуации. Но, во всяком случае, какой-то подсчет наверняка будет произведен. И сегодня понятно, что последствия, безусловно, до сих пор сказываются в Украине и сказываются в Белоруссии, и сказываются в Брянской области и в Тульской области. Несколько лет назад на портале «Такие дела» была очень такая жуткая публикация, где журналист поехал на станцию «Узловая» Тульской области. А Тульская и Брянская области были очень сильно заражены, то есть были и есть сильно заражены. Никуда это не делось. Но, в частности, как считается, потому что тучи вот этого самого радиоактивного облака злосчастного шли на Москву, а их отогнали, как бывает там во время парадов, и основной дождь выпал, вот в частности, на этих областях. Корреспондент приезжает в эту «Узловую», где какая-то нищета и грязь, и ужас. И там очень высокий уровень онкологических заболеваний. Но, опять же, конечно, нужны какие-то очень тонкие исследования для того, чтобы понять, насколько этот уровень связан именно с радиацией, или же с нездоровым образом жизни, или с тем, что там никто не ходит к врачу. Для этого всего требуется очень сложное изучение ситуации, которую я не очень понимаю, кто будет проводить. А так, по умолчанию, сразу представляется, ну, ясно, раз там радиация, то, значит, люди умирают. При этом они получают эти какие-то жалкие чернобыльские льготы. Кто-то там 150 рублей, кто-то 300 рублей, там бесплатные проездные электрички. Им завидуют люди других местечек, вот где этот радиоактивный дождь не выпал, и у них поэтому плюс 300 рублей или плюс 1000 нет. К чему же надо дойти? До какой жизни надо довести народ, чтобы люди завидовали тем, кто попал под радиацию? Одновременно сохраняется все то же отношение, хотя тоже людей можно понять, деться им некуда, никому они не нужны, работы нет. И еще думать о радиации, это просто лезть в петлю. Журналист подходит к пруду, а там люди рыбку ловят, а в пруду вообще-то по-прежнему высокий уровень радиоактивности. Он их спрашивает, а как тут после Чернобыля, вот вы не боитесь? Они говорят, какие еще Чернобыли? Кончились твои Чернобыли давно. Что это за радиация? Ты где ее тут видел? А тут такие толстолобики и белые амуры водятся, каких во всем мире не видать? Умные ходят. Если умный, надо с удочкой сидеть, а не на ухо. И все. И продолжают удить рыбку. Наверное, вот всю эту страшную историю имеет смысл завершить отрывком из эпилога книги Чернобыльская молитва Светлана Алексеевича. А то, что человек заглянул в космос не как в мечту, а как в бездну. Людьми отторгнуто. Трудно защититься от того, чего мы не знаем, чего человечество не знает. Чувствуешь, как одинаково беспомощны и язык физиков-ядерщиков, и язык деревенских старух, для которых выше аистиного гнезда уже начинается небо. И вопрос не праздный. За что пытается удержаться человек? Какие ищут объяснения? Что любопытно, упоминают религию, философию, искусство, а не физику и математику. Универсальность их инструментария упразднена. Крушение целого космоса научной веры. Вот я вспоминаю про физиков, которые в почете, и лириков, которые в загоне. Вот, например, какие ответы я получала. Чтобы понять то, что случилось, существуют два пути. Философия и религия. А искусство это не может пережить. Оно способно только представить. Так хотелось выразиться, что неожиданно начал писать стихи, хотя уже далеко не мальчик. Я стала ходить в церковь, только у религии есть ответы на эти вопросы. События как бы находятся еще вне культуры, потому что у нас нет подобного опыта. Это первое. А второе, кажется, французский писатель Морис Бланшо однажды заметил, что роман, написанный после Аушвитца, все равно будет написан как бы до Аушвитца. И объяснял это тем, что ужас этого концлагеря невозможно вынести даже в воображении. Так легко и привычно соскользнуть в банальность, в банальность ужаса. Раньше я путешествовала по чужому страданию, а сейчас сама такой же свидетель, как и все. Моя жизнь часть события, я здесь живу. Среди этого. Находясь внутри, чувствуешь иначе, чем со стороны. Чернобыль уже метафора, символ, но для всех разный. В Минске один Чернобыль, в самой зоне другой, где-то в Европе третий. В самой зоне поражает равнодушие, с которым чаще всего говорят о нем. Для людей здесь это обыкновенная жизнь. В мертвой деревне живет старик, один. Спрашиваю у него, вам не страшно? А он у меня. Чего страшно? Если размышлять о времени, то оно непостижимо, разное в жизни и в смерти. Почему-то я уверена, что в горах и у моря можно испытать разные чувства времени. Одно оно на войне, другое после войны. Это то, что нам известно. А теперь вот началось время после Чернобыля. А вокруг лунные пейзажи, уже из будущего. Верхний слой земли на десятках гектаров снят. Вместо него все засыпано доломитовой мукой. Уходящие за горизонт неземное поле. Уже в темноте в одной из деревень наткнулись на памятник Ленину. Стоит один на мертвой земле. Из хаты напротив вдруг выскочил дикий кабан. За ним второй. В человеческом жилье поселились звери. Так вот, как выглядит вечность. Цветут белые сады, как накрытый стол без гостей. И деревенская улица без человека, поле без человека. Дорога в никуда, провода в никуда. Зашли в пустую хату. Икона лежит на белой скатерти. Иногда мы находили там людей. Верный признак. Так стоит знак высокая радиация. Вход запрещен. А за этим знаком зеленое жито. Живут там своим миром. Это мир уже после технологии, когда в руках у человека снова только топор и лопата. Как стоили 200 лет назад, сидят при лучине или керосиновой лампе. Жнут серпом, косят косой, молотят цепами. И опять верят в предсказания. Ждут чуда. Уже забыли, при какой власти живут и в каком государстве. Живут. Сторожат прошлое. Своё время. Но об этом они сами расскажут. В нашей земле лежит 350 хиросимских бомб. Люди живут уже после ядерной войны. Когда она началась, они не заметили. Смотрели на горящий реактор и сажали картошку. Запомнился рассказ матери одного из погибших в первые дни пожарников. Уже похоронив сына, который умер в Москве в больнице, она вернулась домой. Деревню эвакуировали. Но осенью вместе с мужем они тайком пробрались в свой мертвый дом и собрали на огороде помидоры, огурцы. Закатали их в банки. Не доверять своей земле для них равно безбожию. Люди не столько боялись атома, как друг друга. Ученые Белорусского института ядерной физики в первый день, уже осведомленные о случившемся, не могли позвонить домой и предупредить хотя бы свои семьи, знакомых закрывать форточки, делать влажную уборку в квартире, забрать детей с улицы, купить в аптеке йод. Они, профессора, доктора наук, возвращались домой в служебном автобусе, институт этот за городом. И даже шепотом боялись друг с другом об этом заговорить. Никто никому не доверял, еще не стерлись из памяти доноса 37-го года. Вместо того, чтобы увозить куда-нибудь детей или искать таблетки, витамины, люди днями слушали радио. Радовались, когда узнали, что создана правительственная комиссия и следственная группа ведет расследование. Ждали, что вот-вот найдут преступников, накажут. Мгновенно воскресло, уже была забытая сталинская лексика, враги советского народа, агенты западных спецслужб, происки заклятых врагов социализма, вражеская диверсия, шпионские вылазки. Никто не искал каких-либо сведений о рентгенах и кюри, говорили о шпионах и диверсантах. Апокалипсис застал нас, людьми своего времени. Но об этом они тоже расскажут сами. Если есть с чем-нибудь нам сравнить чернобыльский опыт, то только с войной. Военный опыт постоянно конкурирует с чернобыльским. Да и нет у нас другой меры. Мера ужаса все та же. Война. Вот эти слова сегодня, конечно, приобретают совершенно новое звучание. Спасибо всем, благодаря кому была записана эта лекция. Спасибо нашим спонсорам на YouTube, нашим патронам на Patreon. Спасибо всем, кто нас поддерживает. Интересно, что вы думаете об использовании атомной энергии? Насколько это оправдано? Насколько велики риски? Жду ваших комментариев. Счастливо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!